Так вот, пинаю я козу. А, всё понял. Я тебя уверяю, ты ничего не понял. А то, что я не понял. Ну, очень хотелось. Очень хотелось, очень хотелось. Подставка под яйцо. Я нащупываю. Прошу прощения, что ты нащупываешь? Это используют мужчины? Да. Сермометр! Шоу «Давай назад!» Участник записывает на диктофон название товара. Противник слушает запись задом наперёд и пытается повторить получившееся, затем запись снова переворачивается и теперь задача второго участника – угадать, какой товар был записан изначально. Играем три раунда. Поехали. Раунд первый. Всем привет. Это шоу «Давай назад!» Меня зовут Андрей. Меня зовут Рома. Ну что, погнали? Погнали. Цу-е-фа. Так, берём карточку. Ошейник. А, всё? Угу. Классно. Миша. 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 Польский Миша. Польский Миша. 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 Чё, там уже слово прям появилось? Играет спасатель. Ошейник. Ошейник? Нет. Ладно, это ошейник. Ошейник. Да, я понял. В следующий раз я буду говорить тебе слово «назад». Давай. Окей. Термометр. Сейчас куплят. Куплят. Секунду. Привед. Ай, я. И все вместе. Всё летало. Что лишь ты лишь мало для любви. Ла-ла-ла. Один я как будто это слышал. Давай, не изображай из тебя. Радима-брэйс. Точно никакого подслуживания, да? Нет, нет, нет. Всё честно. Радима-брэйс. К вам, князь. Радима-брэйс. Третий. Радмиратр третий. Радима-брэйс. Такой, научил собаку говорить, да? Радима-брэйс. 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 Термометр. Когось. Термометр. Им же термометром. Может быть, Советский Союз распался, но у нас остался наш термометр. Радима-брэйс. Я понял. Я Иркюль Пуару, который расследует убийство. Типа, и чем же оно было совершено? Что это за предмет? Это... Радима-брэйс. Такой, с усиками. Раунд второй. В этом раунде участник может воспользоваться подсказкой, задав три наводящих вопроса противнику. Однако тот может ответить только «да» или «нет». Ну что ж, второй раунд. Начинаем. Начну я. Я тяну. Офисное кресло. Я объявляю вам войну. Офисное кресло. Офисное кресло. Отлично она? Ну, хоть похоже. Похоже? Похоже? Ну, смотри, это, знаешь, такое, мы объявляем войну, но завтра. Офисное кресло. Офисное кресло. Офисное кресло. Ты начал на немецком, закончил на французском. Ну да. Это такой смягчил. Офисное кресло. Овощерезка. Нет. Ну, очень хотелось. Очень хотелось, я понимаю, но нет. Овощи. Офисное кресло. Офисное кресло. Да. А женщины? Да. Это есть дома? Возможно. Помогло. Такое, знаешь, максимально увертливые ответы. Ну, как знать, ну, наверное, да, в принципе, может быть такое. Как любой ответ чиновника. Да. Мы выделили на это деньги, знаешь. Это есть на кухне? Мы выделили на это деньги, я же уже сказал. Не, уже ответил следующий вопрос, да? Официально. Ну, давай, Гриф. Официально. Официальная жалоба на тебя. Точно, это же продается на зоне. Официальная жалоба. Что бы мне заказать? Официальную жалобу. Какой молодец, как шикарно. Это офисное кресло. Офисное кресло? Офисное кресло. Там же говорится офисное кресло. Офисное кресло. Не слышно? Ну, слышишь там где-то на втором плане голос? Да, это слышно. Ну, давай дальше. Официальная жалоба. Официальная жалоба. Напольная вешалка. Держи. Все. Акоши венлюхан. А ты слышал финальный звук? Акоши венлюхан. Акоши венлюхан. Такое, знаешь, как будто ты ешь китайскую лапшу и какой-то тост. Дошик и у тебя тост. И ты. Акоши венлюхан. Акоши венлюхан. Ну вот, если ты за звуком повторишь, то все идеально будет. Акоши венлюхан. Напольная вешалка. Как ты это делаешь? Напольная вешалка? Ну, конечно, да. Если вы нас смотрите, покупайте напольная вешалка. Раунд третий. В этом раунде участник может воспользоваться подсказкой, попросив противника открыть одно из трех слов на карточке. Начнем третий раунд. Подставка под яйцо. Почему под одно? Ну, окей, ладно. Разные все-таки люди, да? Подставка под яйцо. Ну, давай. Такое решил поделать. Аж не допыхаться. Аж не допыхаться. Да? Аж не допыхаться. По-моему, оно. Аж не допыхаться. Астаги под ничьо. И че? Ты че? Давай откроем первое слово. Подставка. А, все понял. Астаги под ничьо. Ты не все понял. Я тебя уверяю. Ну, подставка под и нужно вот это вот слово, да? Я тебе уверяю, ты ничего не понял. Ну, давай рассуждать, под что есть подставки. Ну, давай рассуждать. Давай. Давай рассуждать, под что есть подставка, а мы даже и не догадываемся. Как будто ты пришел ко мне в лавку волшебника, и я такой, есть еще и такая вещица. Подставка под ничьо. Нет. Ну, естественно, нет. Подставка под ничьо. А, подставка под мишу. А, скажу тебе, чтобы было полегче. Нифига не похоже вообще. Не похоже. Вообще не похоже. Попробуй угадать. Подставка под яйца. Нет. Нет? Ну, я геталянам, да? Я нащупываю. Прошу прощения, что ты нащупываешь? Руки вроде на столе. Нет, нет. Ну, ты близок. Да. Ты очень близок. Подставка под скорлупу. Ты очень близок по звучанию и по буквам, кроме одной. Яйцо. А мы потом отдельно нарежем. Подставка под лицо. Ты же до этого все правильно сказал, просто под одно. Под яйцо. Да. Серьезно, подставка под яйцо? Да. Ты че, знаешь, такая штука есть? А, то есть нормальный пример. Конечно, нормальный. Ты просто вогнал меня, это вообще в ступор. Блин, я бы такого никогда не угадал. А, окей. Ладно. Так вот, пинаю я козу. Ага. А, на. А, третий раунд, друзья. Коврик для йоги. Они подбирают тематические песни. Мы там раз дощечка, два дощечка, там словечка, вот это что-то такое. Я ель пиву. Почему вот эта вот пауза вначале? Что она означает? Это какое-то такое авторское предыдухание. Это же конец, наоборот. Такое вот, знаешь, когда учительница литературы текста читает, она каждый раз такая диктантная. Она по-своему, по-своему каждый раз. Да. Сверкалась. Три слова, да? Нет. Давай, скажи мне первое. Думаешь? Третье. Второе? Угу. Ну давай второе. Для. Ты пользуешься последним раундом, да? Да. Хорошо, сколько у меня еще есть подсказок? Донятки поиграем? Нет. Еще одно слово. Еще одно слово? Да, давай, второе. Такой очень тупой игрок. Ладно, вы можете еще открыть второе слово. Я настаиваю на втором. Ну давай. Первое. Коврик. Коврик для... Коврик для йоги. Для йоги. Да. Коврик для йоги, все понятно, все понятно. Не для ванной же тут. Тут коврик для йоги. Коврик для йоги. Все. Угадано. Андрей, ты победил! Поздравляем! Вот это победа, победа! Забираю колонку себе, наушники тоже себе забираю, карточки. Ну тебе хорошо, можешь взять. Нет, подожди, которые я угадал, возьму я. А эти можно взять, да? Да, эти можно взять. Спасибо. Ура, отличное шоу. Всем спасибо. Привет родственникам, если вы меня смотрите. Но это YouTube, откуда? Очень вряд ли. Все, пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Это было шоу Давай назад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok